О новом порядке выплат пособия по безработице мы поговорим с нашим гостем, директором Центра занятости Юлией Игоревной Приваловой. Юлия Игоревна, здравствуйте. Юлия Игоревна, ну прежде чем приступить к обсуждению этой новой информации, хотелось бы уточнить для людей, которые не понимают. Вот человек становится безработным в силу определенных обстоятельств, бывают обстоятельства разные. Но этого же недостаточно, если у человека нет работы, он сразу получает статус безработного и получает пособие. То есть для того, чтобы получить пособие, нужны определенные условия. Какие? Давайте будем говорить, что любой гражданин, имеющий право, у нас любой гражданин имеет право обратиться в Центр занятости. Даже я имею работу, я работаю, но я хочу поменять работу. Он тоже может обратиться к нам в Центр занятости, просто он не будет признан безработным, он будет идти по категории обратившийся с целью поиска и подходящей работы. И мы такому гражданину тоже будем помогать. А для остальных людей мы хотели бы объяснить, что если вы обращаетесь в Центр занятости населения Актубинского района, то в первую очередь вы обращаетесь с целью поиска работы. К сожалению, очень много граждан обращаются и говорят, да, я встал, чтобы получать пособие или чтобы мне шел стаж. Но это очень плохо и для гражданина, и, конечно, для нас, и в целом для экономики района. Это все только отрицательные моменты. Но если все-таки такое случилось, и гражданин по каким-либо причинам потерял работу, либо гражданин хочет поменять работу, он может обратиться к нам в Центр занятости. У нас очень много различных программ. И если гражданин действительно хочет работать, мы поможем найти ему работу, и он трудоустроится. Потому что если мы берем 2018 год, к нам обратилось 2600 человек с целью поиска подходящей работы, трудоустроили мы 2300 человек, и 300 человек у нас остается на учете в качестве безработных. Это вот если по цифрам и если по отношению. Не нужно пугаться, например, если по каким-либо причинам вы получили образование, вы устроились на работу, но не мое это, вот не мое, к сожалению, приходите к нам. У нас есть программы переобучения. Мы с вами отработает психолог, профориентатор. Мы посмотрим, где бы вы хотели работать. Мы заключим с тем образовательным учреждением, где бы вы хотели получить или повысить квалификацию, или поменять соглашение, и займемся вашим переобучением. То есть это выход для того, чтобы не ходить как на плаху на работу, а то для того, чтобы ходить на работу и действительно заниматься своим любимым делом. В таком случае, когда гражданин у нас признается безработным, и мы направляем его на обучение, он получает стипендию. То есть состоит у нас на учете, получает стипендию, получает образование. И программа такова, что после получения такого образования мы обязательно находим работодателя, куда гражданин будет трудоустроен. То есть здесь уже идет как бы совместная работа. То есть не просто отучились, мы еще и трудоустроились. Насколько востребована эта программа? Востребована... Ну, есть такое понятие плановых цифр. Это же все еще деньги. То есть те денежные средства, которые на район субъект выделяет, мы полностью все осваиваем. Вот. Это разные годы по-разному. Это 20 и 30 человек по разным программам. Ну, это не единственная программа, да, которая существует в центре ЗАНИК? Например, у нас есть очень интересная программа для женщин, которая находится в декретном отпуске. Мы все знаем, что у нас 3 года женщина может находиться в декретном отпуске. И пока она находится, у нас время идет вперед, меняются какие-то законы, меняются какие-то требования. И женщина готовится, ну, допустим, планирует, что она уже через полгода или через год приступит к работе. Мы можем ее направить на курсы. Курсы есть разные. И дистанционного обучения, и с выездом на место, где она повысит свою квалификацию. Уже выйдя из декретного отпуска, она не будет в том вот ущемленном состоянии, когда она за 3 года потеряла какую-то квалификацию. Для женщины это бесплатно, без отрыва, без перерывания стажа ее. То есть вот такая интересная программа у нас есть. У нас есть программа для граждан, которые хотят открыть собственное дело. В прошлом году это у нас 7 человек. У нас определены приоритетные направления экономики нашего района. Если провести анализ, к сожалению, очень пассивно у нас сельское население. В основном это жители города Ахтубинска. Мы бы хотели, конечно, видеть жителей села. Есть интересные направления. Сельскохозяйственные направления, они востребованы, они в приоритетном направлении. И вот на 2019 год мы ставим себе задачу как можно больше привлечь именно жителей из сельской местности. Чем интересна данная программа? Ну, во-первых, кто заинтересуется, нужно прийти, опять же, в Центр занятости на беседу, чтобы мы побеседовали и конкретно по всем моментам проговорили с человеком. Нужно подготовить бизнес-план. Дальше документы направляются. Конечно, этот гражданин должен быть безработным, признанным. Мы направляем пакет документов в Астрахань. При агентстве проходит комиссия. Если все хорошо, все документы правильно подготовлены, человек готов приступить, он получает государственную поддержку. Но в этом году это было 75 тысяч рублей. На следующий год планируется увеличение. Я пока не буду эти цифры говорить, потому что пока это проекты. То есть мы говорим, что в этом году было 75 тысяч рублей. Эти деньги он может потратить на приобретение какого-то оборудования. Плюс, например, данный вновь, кто открывает собственное дело, если он к себе трудоустроит инвалида, он получает еще 75 тысяч на оборудование, место для работы данного гражданина с ограниченными возможностями. Таким образом, человек уже может получить государственную поддержку для развития своего бизнеса 150 тысяч. Ну, в принципе, да, это очень небольшие деньги. Может, кто-то сейчас скептически скажет, что это за деньги. Но когда нет вообще ничего, из чего-то нужно начать, в общем-то, это деньги хорошие. И те, кто у нас открыл собственное дело, люди очень довольны. Мы видим хорошие результаты. Люди развиваются, идут вперед. И даже приходят, узнают, а в каких программах еще можно поучаствовать, для того, чтобы дальше развиваться и идти вперед. Конечно, с такими людьми очень приятно и хочется работать. Есть еще проекты трудоустройства подростков в летний период или вообще-то? Раньше эта программа шла именно в летний период. На сегодняшний день она круглогодичная. И если вот мониторить, то самая активная часть населения, которая жаждет и желает работать, это как раз наши подростки, наши несовершеннолетние. Но, к сожалению, порадовать мы предложениями наших подростков не можем. Неохотно работодатели идут навстречу данной категории граждан. Хотя ребята работают очень хорошо. И те работодатели, я не могу, конечно, сказать, что 100%, но процентов 80, где ребята наши работали, работодатели потом с вами уже звонят. Мы готовы, даже прям адресно, мы готовы, вот если он еще раз придет, мы готовы его взять на работу. Для работодателя это тоже хорошо, потому что, помимо заработной платы, которая определяет работодатель в зависимости, на какую часть ставки он берет подростка, Центр занятости еще выплачивает материальную поддержку. И тем самым мы с вами решаем очень много социальных задач. У нас подросток, во-первых, учится зарабатывать и понимать цену денежным средствам. У нас подросток занят. У нас идет некая профориентация, то есть он знакомится с работой. А мы сейчас говорим, что зачастую неправильно выбирается профессия. И у нас, в общем-то, подростки помогают и в семье решать какие-то экономические вопросы. Непростое сейчас время. К слову о программах, в 2019 году новый проект стартует, это старшее поколение. Вот расскажите о нем подробнее. Старшее поколение – это категория граждан за 5 лет до наступления пенсионного возраста. Определение данной категории возложено на пенсионный фонд. То есть гражданин может обратиться в пенсионный фонд и узнать, относится он к данной категории или нет. На следующий год мы будем работать с гражданами этой женщины 64-го года рождения, мужчины 59-го года рождения. Это вот те, кто относится к предпенсионной категории. Но опять же повторяюсь, вы, конечно, к нам обратитесь. Мы сможем сделать запрос в пенсионный фонд. Если нам приходит подтверждение, что да, данный гражданин относится к этой категории, мы начинаем с вами работать по данному направлению. Если гражданин, относящийся к этой категории, никогда не работал, либо у него длительный перерыв более года, он не работал, он обращается к нам в центр занятости. Мы, в первую очередь, конечно, попытаемся ему найти сразу работу, но если не получается, признаем его безработным. И три месяца у нас состоит гражданин и получает пособие в минимальном размере. На следующий год для данной категории он увеличивается. Это полторы тысячи рублей. И пособие получает три месяца. Обращаю внимание, это для тех, кто либо вообще не работал, либо большой перерыв. Если же случилось так, что человек данной категории работал, но по каким-либо причинам ликвидации предприятия, сокращения, уволен, он берет справочку с места работы и уже начисляется пособие. Исходя из... за три месяца выводится средняя заработная плата и уже исчисляется пособие. Для данной категории пособие человек получает в течение года. Три месяца это 75% от среднего заработка, три месяца 60% и последующие месяцы это 45%. Но здесь есть ограничения. То есть есть минимальный размер пособия, это не меньше полутора тысячи, но есть и максимальный, это не больше 8 тысяч рублей. То есть если, например, человек имел зарплату в 50 тысяч, ну, к примеру, да, и мы посчитаем среднюю, ну, допустим, она средняя останется 50. То есть 75%, да, мы говорим, что это достаточно хорошая сумма. Нет, в таком случае человек будет получать 8 тысяч, то есть не более максимальной выплаты. С данным гражданином также мы будем работать с целью поиска работы. Но еще в данной категории мы будем предлагать переобучение по любым направлениям, по любым профессиям, которые он только захочет. В этот момент тоже выплачивается стипендия гражданину. Опять же формы разные. Это дистанционное обучение, это и с выездом в другие города, ну, в зависимости, какое направление будет выбираться. Вот на следующий год наш Центр занятости готов будет обучить 21 человек в категории, относящихся к предпенсионерам. Это как и безработные, это и работающие предпенсионеры. Здесь, как бы, я усматриваю большую помощь для работодателей. Потому что работодатель, например, обучает данного гражданина, а мы субсидиями возмещаем затраты на обучение. Таким образом, для работодателя его работники получают квалификацию, повышение квалификации бесплатно. Либо, ну, захотел, например, человек поменять. Он был на тяжелых работах, устал, он хочет поменять другое направление работы, мы его переобучаем. И тоже полностью за счет государства идет обучение. Это что касается вот данной категории. Поэтому мы приглашаем всех граждан, относящихся к данной категории. Есть много моментов. Если мы о них сейчас будем говорить, мы просто запутаем. Поэтому мы приглашаем к нам в Центр занятости. Мы подробно с вами все рассмотрим. Либо, смотрите, мы выкладываем данную информацию на сайте. И в средствах массовой информации уже более подробно и детально. Юлия Игоревна, а вот если говорить в целом, соотношение спроса и предложения в Ахтубинском районе? К сожалению, у нас предложения больше, чем спрос. Вот мы сказали, что у нас почти 300 человек, там 280 с лишним человек стоит на учете. А предложений у нас более 600, если мы идем по профессиям. В основном для нашего района у нас очень востребована профессия учитель, врач, инженер. По рабочим профессиям газосварщики, электросварщики. По сельхознаправлению у нас востребованность есть в трактористах. И мы готовы переобучить то, что мы и говорим жителям сел. Давайте, это не так сложно обучиться. Вы будете работать у себя в селе и получать неплохие деньги. Вот. И, как ни странно, огромным спросом пользуются у нас. И практически в вакансиях ее никогда не бывает. Сторож, дежурный по зданию. Это просто вот. Ну, к сожалению, наверное, из-за того, что заработные платы, к сожалению, и у неквалифицированной профессии, и у профессии, которая требует и высшего образования, и стаж работы, иногда зарплата приходит и там минималка, и там минималка. И поэтому, ну, люди не очень хотят идти. Плюс мы имеем право предложить гражданину, который к нам обратился с целью поиска подходящей работы, именно подходящую работу, которая складывается, исходя из его образования, где он раньше работал, какую зарплату он получал. Вот здесь тоже есть такие моменты. Уровень безработицы у нас самый низкий в Астраханской области, 0,4%. Хотя, может быть, он и выше, потому что есть такое понятие скрытой безработицы. Не все граждане обращаются к нам в Центр занятости. Мы, в принципе, граждане, и не обязательно обращаться, они могут самостоятельно трудоустраиваться. Сейчас, пожалуйста, выходя на сайт Агентства по занятости населения, гражданин может выйти в электронном виде, набрать, какой он интересуется профессией. И ему все вакансии выйдут как по Астраханской области, и есть еще сайт работы в России, так в целом по России. Есть у нас даже программа для граждан, которые, ну, например, нашли работу в другом регионе. С такими гражданами мы тоже работаем. У нас тоже есть программа, когда мы тоже финансово оказываем помощь гражданину к новому месту работы, если он идет по нашей программе. Это тоже есть. Есть у нас программа и вахтовый метод, мы тоже работаем. Почему все-таки мы советуем гражданам обращаться либо к нам, либо на эти сайты? Там все работодатели проверены. То есть это 100%, что с вами будут заключены договора трудовые, что вам будет выплачиваться заработная плата, что будут перечисляться налоги. То есть вы не столкнетесь ни с серыми зарплатами, ни с мошенниками. То есть здесь мы работаем официально, и задача у нас проверять данных работодателей, чтобы это все было законно. Насколько я знаю, есть определенная процедура. Ты встаешь на учет, да, на Центр занятости населения, и тебе предлагают какую-то работу. Ты можешь отказываться, если тебя не устраивает, три раза, да? Два. Два раза. А потом что? А потом, ну в принципе, статус безработного он может оставаться, и человек может считаться безработным. Но в таком случае уже пособие по безработице он получать не будет. К сожалению, мы сталкиваемся еще с таким, и обращаемся сейчас к работодателям. Это порочный круг, который не приводит ни к чему. Ну, к сожалению, я уже говорила, есть граждане, которые, ну, становятся к нам не с целью поиска работы, а по каким-либо другим причинам. И когда мы даем направление на работу, они приходят к работодателям и говорят, ой, подпишите мне, да я не хочу, и все. И вот здесь я обращаюсь к работодателям. Не нужно этого делать. Если вас работник устраивает, но работник не хочет работать, пишите в нашем направлении, что он отказался. Потому что, ну, данный гражданин не стремится найти работу. Не стремится. И у нас получается, и работодатель страдает, работника нет. И государство тратит деньги, выплачивая, ну, пусть и минимальные пособия. А человек и не хочет работать. Он потом это поймет, что когда он придет уже, подойдет к пенсионному возрасту, что у него пенсия будет и социальная, или еще какие-то проблемы. Это будет потом. Сейчас он не задумывается. Но для нас, для всех, и для района, и для экономики, и для человека, это, конечно, все плохо и пагубно. Причем, из нашего разговора я поняла, что работа-то есть. 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 И в центре занятости человек без работы не уйдет. Конечно. Мы очень многим советуем все-таки идти на собеседование. Потому что, когда нам подается вакансия, нам подают, ну, скажем так, ставку. Ну, при беседе с работодателем выясняется, что и премиальные иногда там какие-то выплачиваются. То есть зарплата может быть даже больше, чем указывается в вакансии. Просто, ну, если она не вот нестабильна, а зависит как стимулирующий характер, конечно, в вакансии он это показать не может. Вот. А уже при беседе там уже это выясняется. Ну, и плюс как-то себе покажешь. Я думаю, что у любого работодателя есть возможности стимулирования хороших работников. Юлия Ильинична, спасибо вам большое за информацию. Появятся новости еще. Приходите к нам. Всегда рада вас видеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова